ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Программы, облегчающие покупку новой машины, такие как первый автомобиль, семейный автомобиль, русский тягач и свое дело в следующем году будут сохранены. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Существование других мер поддержки автопрома под вопросом, каких именно, чиновник не уточнил. По мнению специалистов, речь может идти о свертывании лизинга, утилизации и трейд-ин. ТРАССА СТО ОДИН От 4 до 6 миллионов российских водителей не имеют сейчас действующего полиса ОСАГО. Еще порядка миллиона граждан приобрели поддельную обязательную автостраховку. Таковы данные Российского Союза автостраховщиков. Это один из основных факторов, приводящих к убыточности автогражданки для страховых компаний. Недополученная сумма – около 10 миллиардов рублей. Плюс еще 20 миллиардов, на которые страховщиков ежегодно разводят хитрые юристы. ТРАССА СТО ОДИН Росавтодор считает, что деньги, получаемые от штрафов ГИБДД, должны тратиться исключительно на ремонт и строительство дорог. Тогда, говорят, в ведомстве и безопасность существенно повысится, и водители перестанут жаловаться на непрозрачность расходования уплаченных ими рублей. Также Федеральное дорожное агентство рекомендовало регионам увеличить ежегодный объем дорожных работ на 10-15%. ТРАССА СТО ОДИН В Санкт-Петербурге начался выпуск кроссовой версии Киа Рио – Рио Икслайн. У машины перенастроена подвеска, дорожный просвет увеличен до 17 сантиметров, имеются новые внешние элементы. Двигатели такие же, как у седана. Стосильный, объемом 1,4 и объемом 1,6, мощностью 123 лошади. Коробка, механика или автомат. Продажи новинки стартуют в ноябре. Цена еще не объявлена. По прогнозам экспертов, Рио Икслайн будет дороже седана на несколько десятков тысяч рублей. Сотрудников Департамента транспорта российской столицы лишат служебных автомобилей. Чиновники будут пользоваться услугами такси, что даст ведомству 20-процентную экономию. Об этом заявил его руководитель Максим Лексутов. Ранее о распродаже парка служебных машин и о заключении договоров с таксистами заявила администрация Сургута. Благодаря этому городской бюджет сможет ежегодно выделять на различные нужды дополнительные 40 миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101